Здравствуйте! Сегодня мы разберем метод, как создать свет от фар. Также этот метод хорош применим и к уличным фонарям. В общем, любой только который вам нужно создать свет, вы можете применить этот метод. Никаких дополнительных материалов вам не нужно, будем использовать стандартные ресурсы фотошопа. Рассмотрим этот метод на композиции с ретро автомобилем. Итак, для работы нам понадобится два изображения. Соответственно, я их уже открыл в фотошопе. Первым делом поработаем над автомобилем. Подготовим, так сказать, почву. Разблокируем фоновый слой и предварительно уменьшим изображение. На этом пока остановимся с автомобилем и приступим к изображению парня. Извлечем его из фона. Я буду использовать быстрое выделение. Фон практически здесь однотонный, поэтому выделить будет легко. Вы же можете попробовать выделить с помощью инструмента волшебная палочка. А теперь подкорректируем наше выделение. Изображение у нас небольшого разрешения, поэтому нужно будет смягчить края, чтобы не оставались отдельные пиксели. Выведем выделение новым слоем, нажимаем ОК и перенесем этот вырезанный слой на нашу основу. Пропорционально увестаем автомобиль и парня. И давайте еще увеличим нашу рабочую область, потому что все не влезет. И так, я подготовил еще одну текстуру, перенесем ее. И используя перспективу, подгоним под нашу композицию. Создадим пустой слой поверх текстуры и черной мягкой кисточкой зарисуем задний фон, слегка маскируя наш автомобиль и текстуру с асфальтом. Вернемся к нашему парню и для начала создадим тень под ногами. Создадим новый слой и черной мягкой кисточкой рисуем под обувью тень. Затем к этому слою применим размейти по гауссу. И если вам нужно, то подправить насыщенность и тени можно непрозрачности. Я не очень хорошо выделил, хотя и старался избавиться от этой белой окантовки. Поэтому преобразуем в смарт-объект, он нам еще пригодится. Создадим маску и черной кисточкой слегка пройдемся по краям. Не очень быстрое и приятное занятие, но приходится, особенно с внутренней части руки. Так как мы в дальнейшем еще создадим свет от фар. И поэтому внешняя окантовка еще как-то будет маскироваться. А вот внутренняя очень выделяться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поработаем над тонировкой. Откроем камеру RAW. Единственное, здесь минус, что у нас нет фона и мы не можем на основе его подкорректировать тон парня. Поэтому я создал смарт-объект. И в случае чего можно зайти и подправить заново. Давайте теперь добавим свет на фарах, создаем пустой слой, зальем его черным фоном и применим к нему фильтр блик. Находится он в меню Redeling. Выровняем направление луча света и яркость уже смотрите насколько хотите, чтобы у вас был яркий свет. Меняем режим наложения на экран. Уменьшаем подразмеры фар. Удобно в этом случае использовать клавиши направления, чтобы точно разместить свет от фар. Создаем маску и мягкой кисточкой скрываем края, чтобы не было резких краев. Кисть лучше использовать больших размеров, чтобы как можно плавнее были переходы. Итак, дублируем свет удерживая Alt. Перемещаем на другую фару. Еще раз продублируем и увеличим. Такую же операцию произведем и с другой фарой. Соберем все слои в группу. И закрепим за этой группой корректирующий слой цветовой тон насыщенность. Яркостью света вы можете увеличить цвет. Насыщенностью очистить от изначальных оттенков. А вот цветовым тоном наоборот добавить цветовых оттенков. Только теперь вы уже оттенок можете выбрать сами. Давайте теперь поработаем над свето-теневым рисунком парня. Поверх него создадим новый слой. И зальем его 50% серого. Теперь закрепляем его обравочной маской. И осветлителем пройдемся по краям. Дело осталось замалым. Сведем все слои и поработаем над цветокоррекцией. Первым применим к изображению Плайн Колор Эффект. И выберем один из оттенков. Затем добавляем корректирующий слой экспозиция. Можно было бы открыть камеру RAW и через него поправить экспозицию и общий тон. Но многие пишут, что нет у них данного планина. Поэтому как исключение воспользуемся стандартными средствами фотошопа. Вторым корректирующим слоем будет микширование каналов. На этом у меня все. Надеюсь вам понравилось это видео и вы поставите лайк. Подписывайтесь на наш канал.